Интересный момент, если ты помнишь, там же была сама форма как оплавление, она везде. Причем это не только на тех кой-каракала солярнообразных крепостях, но и уже в глубинке каракум, то есть заезжаешь, там где раньше были торговые якобы пути сходились, там все оплавлено и либо это ощущение оплавления, либо такой же вид можно получить в случае омовения, то есть шлифовка водой. Ну то есть дождик это сделать вряд ли смог бы, это возможно можно было получить, если этот объект вообще находится под водой и какое-то время идет течение, тогда мы бы увидели вот похожую структуру как там, помнишь, настолько облитой весь, что дождик, ну как это там. Причем мы когда исследовали стену, помнишь, мы доставали структуру посмотреть, чтобы оттуда часть элементов, из чего это сделано, да, и особенно в тех местах, где бойницы, там было видно вот, что можно было достать, да, посмотреть вот этот камушек. И это, собственно, современным языком так называемый глиносоломенный блок, вот, по типу самана, вот, только, видимо, отличие его было в том, что он как-то запрессован, то есть прессованный именно был в необожженном виде, да, заложен туда, запрессован, и они превратились в камень. То есть со временем они просто окаменели. Сейчас видно, просматривается структура соломы, но видно, что это вот уже как камень, то есть он стал превратился. Собственно, такая же структура, в общем-то, большинства кавказских гор, да, вот глина выходит, застывает, и мы видим, что вот окаменевшая глина на сегодня представляет, как бы, по сути, горы, но не является цикальной породой, то есть не гранитный, не диабаз, а именно глина обычная. Очень интересный еще был там момент, если помнишь, это якобы усадьбы знаменитых на то время там людей, они стояли между двумя крепостями, за кадром можно поставить фотографии эти, будет интересно, и там сохранились стены, в общем-то, и видно, что это постройки на самом деле не того периода, то есть видно, что они были сделаны позже, но технология совершенно такая же, то есть применена. Интересно то, что в середине, в центре колодец, а сейчас там пустынная местность, и, естественно, в ручном режиме сейчас воду получить невозможно, но когда-то, так как колодец находится там, то есть это доказывает, то что там была вода, естественно, и в общем климат скорее позволял там находиться совершенно спокойно, круглогодично, потому что никакого даже намека на отопление там ни в одной крепости нет, то есть климат был настолько мягкий, скорее всего, что ну круглый год там можно было совершенно спокойно находиться, вода не замерзала, то есть можно было ее доставать и употреблять ее, значит, для себя, для полива. Интересно было сделано еще организовано в этой крепости входные группы, если помнишь, особенно восточная входная группа сохранилась лучше, и там было видно, как система защиты выстраивается по типу туннеля, то есть ты попадаешь не с плоскости стены, а ты попадаешь как бы с зубца, и заходя в этот зубец, попадаешь в коридор, который окружен в навершии двумя как бы комнатами, и с этих комнат просматривается через бойницы тех всех людей, кто проходит, значит, внизу, проезжают в эту крепость, и вот такая система, я ее больше нигде не встречал, то есть очень интересная. Там же еще интересная тема, мы с тобой, когда на первую крепость приехали, это, господи, Нукус, да, Ургенчима, Нукус была первая, да, крепость, они же все официальные истории говорят, были разрушены, мы действительно видели эти следы разрушения, но первое, что у нас возникло, это не всем понимание. Причем в Нукусе там как раз, где проходила советская археологическая экспедиция, если ты помнишь, Толстого. Да, Толстого, но он и ту крепость копал, проблема-то в чем, там действительно не разрушены, разрушены совершенно непонятным образом, там просто огромные якутские стены вывалены наружу, 10, 15, 20 метров. Отвалами, да. Такое ощущение, что что-то бахнуло в середине, взрывной волной развалило, и вот совсем непонятно, как с помощью того оружия можно было произвести такие масштабные разрушения. Да, и средневековое оружие даже не позволяло это делать, то есть пушечные ядра лишь отщепляли от стен элементы строительного материала любые, но никак не давали возможность, как говорится, эту башню изнутри раскрыть цветок. При изобретении пороха возможность появилась, в общем-то, и такие моменты уже использовались при осадах, но это уже относилось именно к отдельным строениям, то есть крепость, скажем, в сечении, вот сверху можно ее, в спутнике мы ее покажем, допустим, если она будет там в сечении порядка 130 метров, там 150, наверное, и развалить ее пушечным ядром изнутри, там, ну, это понятно, что невозможно. Причем там специфически еще вот это оплавление получить, то есть, ну, маловероятно, можно было тем оружием каким-то, это сейчас уже оружие высокотемпературное позволяет такие вещи делать, да, там, термоядерное и другое, либо это можно было бы списать на метеорит, или какое-то на такое природное явление, как на сегодня вот изучают в случае, так сказать, попадания кратера, да, и мы видим, что эта форма, она действительно блюдцеобразная, да, и очень похожа на взрыв, ну, естественно, так сказать, то, что взрывная волна, она одинаковый диапазон действия, значит, во все стороны, соответственно, круглая форма, но это нельзя списать на метеорит, потому что все крепости, которые исследовали Долстой и проезжали мы в экспедиции, они, видно по ним, что это произошло в одно время, потому что тип и характер разрушения идентичны, то есть не может быть такого, чтобы в одно место упал метеорит, по команде одновременно, там, за ним, там, засыпало все остальные крепости, при этом рядом воронок нет, ну, поэтому это слишком точечное попадание, ну, очень странно, вот. Еще интересно то, что там само расположение этих крепостей, мы уже при приезде, по-моему, смотрели с точки зрения маршрута, вот, как они расположены по карте, вот, и выстраивается некая, в общем-то, тоже оборонительная линия, то есть можно проследить, она, конечно, не прямая, но тоже она проходит там, что тогда могло для зарастрицев являться, для той культуры поклонников, огнепоклонников, да, являться принципом обороны, сложно сказать, возможно, это просто, просто логистика перемещения между собой, чтобы так выстраивать, чтобы удобнее было, ну, тем не менее, солнцепоклонники, они не оставили на сегодня никаких культурных сооружений о своей культуре в том виде, в котором, допустим, находится или в Греции, или в Египте, или там в Турции современной, да, то есть, но видно, что грандиозное строение достаточно. Да, это явно не уровень полигональных кладок, то есть, это другой материал, но это тот материал, который применялся там на местности, то есть, скальных пород там нет, соответственно, получить материал, из которого отлить блоки в виде порошка, да, то есть, раздробить там гранит или диабаз или какие-то другие там камни, там невозможно, просто их отсутствие, вот, а сделать это дело из земли, из глины, было возможно, вот они это исполняли прекрасно, вот. Хотели мы продолжить экспедицию, к сожалению, уже просто из-за технических проблем у нас там возникли сложности, страна сама по себе для нас не обустроенная, то есть, и технически сложно было там передвигаться и так далее, ну, просто отсутствие даже топлива элементарного, как бензин, в принципе, то есть, на всей территории современной Каракалпаки, это норма, вот, а для нас это, ну, понятно, что неудобство, потому что плечо было 200-400 километров, а, допустим, с собой возить бензин всегда, знаешь, то ты только доезжаешь обратно до места, в лучшем случае, да, ну, это как минимум накладывает какие-то иногда задержки, вот, потому что если что случилось, значит, тебе будут подвозить его от бензина, вот, и мы не попали тогда, еще не успели, в перспективе хотели это изучить, рядом находящийся комплекс, как раз более сохранившийся хива, вот, было бы интересно, но видно, что это разный возраст, то есть, возраст хивы, даже по анализу, по фотографиям и на видео видно, что это совершенно разные вещи, и культуры, в общем-то, они похожи, но это не означает, что это единая культура, это просто при переходе к исламу, ну, использовали, естественно, естественным образом, точнее, те моменты, которые были у зороастрийцев на тот момент в ритуалах, в традициях, и их экстраполировали для себя, ну, собственно, по аналогии с христианством, как христианство использует масленицу и другие пасхи и праздники, да, на основе солярных дней, там, наших, или Рождество мы берем, вот, поэтому и в архитектуре это тоже переносится, это все понятно. Что там у нас того еще интересного? Ну, там основная, это у нас две царестные экспедиции были, это сравнить, насколько Койкарган-Кала похожа на Аркаим, а вторая, это вот то, что Минбулатская впадина. Действительно, поехали мы-то изначально посмотреть, вот этот комплекс Койкарган-Кала, абсолютно нетипичный для крепостей, вот, анхарамской культуры, круговая крепость, имеющая как раз центральную часть, как в Аркаиме, и вот эту вот круглообронительную часть. Вот немножко об этом, у меня впечатление. Действительно, целью экспедиции было именно в том районе, вот, провести аналогию, потому что после исследований экспедиционных по Ярику, расположения городищ Синтарских и Аркаима, было интересно сравнить не по спутнику, а, как говорится, ножками пройти, посмотреть и пощупать все это сохранившееся до нас. И когда мы добрались вот до одной из крепостей Койкарган-Кала, да, там действительно мы обнаружили вот эту вот круглую форму, идентичную. Ну, она не идеальная, естественно, круглая, да, понятно, что, причем в связи с проводившимися в начале 20 века исследованиями Академии наук СССР, с руководством Толстого, там были произведены тоже работы, и геометрия, конечно, нарушена, потому что задача была не сохранить макет, а исследовать артефакты и понять, там, советским нашим ученым, да, то есть к какой культуре это отнести по их классификации. И сейчас этот объект, он, конечно, имеет следы, вот, и, к сожалению, не в лучшую сторону, вот, археологических изысканий. Многие тоннели засыпаны, многие, значит, шурфы нарушают геометрию, но, несмотря на это, мы убедились в схожести, во-первых, в некой ячеистости вот обоих этих конструкций, как Аркаима и здесь, можно проводить аналогию и с другими объектами по планете, но, причем, забавно то, что эта аналогия проходит, значит, по планете не только по нашему материку, но и там в Северной Америке есть такие объекты, значит, ну, естественно, Европа, естественно, значит, но интересно то, что все эти объекты, они расположены, как бы, от 36-й параллели и выше, вот, на земной шар, если посмотреть, а если, допустим, проанализировать, например, карты старые, ну, допустим, если не брать даже Меркатора или там другие импортные карты, которые многие исследователи, ну, на мой взгляд, ко многим картам действительно можно было предъявить претензии, то есть они считают их фальсификатом, ну, вот, если даже взять гарантированные вещи там в истории, которые не отрицаются, что были в официальной науке основополагающими, как, например, Атлас Ломоносова, там, да, вот, для юношества, значит, 1737 года, Академия тогда, значит, наук Российской империи, там эта 36-я параллель, она проходит по границе как раз Вольной Тартарии, то есть обозначена вся эта территория, прям, в общем-то, по имени, на русском языке, все там понятно, и такие строения, как мегалитические, и в том числе не мегалитические, но относящиеся культуре протоцивилизации, дольмены, менгиры, они вот все расположены выше 36-й параллели, и те, как раз, круговые формы города или крепости, как мы сейчас можем предположить, в том числе крепости, звездочные формы, они все расположены выше вот 36-й параллели, что можно охарактеризовать, как единую систему, вот, или одну цивилизационную ось и период. Кстати, там, где были нами исследованы маршруты, лежащие по дороге к крепостям, если ты помнишь, Николай, мы встречали небольшие самодельные менгиры, указатели, да, которые, как мы предположили, могли быть действительно пометкой географической в реальной местности, потому что ландшафтная, в общем-то, среда, она порой там не позволяла сориентироваться, то есть, на сегодня это вообще как Луна. Когда-то, естественно, климат был другой, возможно, эти менгиры были для другого назначения, но сейчас они вот отдельно стоят и, как бы, показывают вот путникам, что, значит, геометрию пространства ты можешь понять где-то хотя бы. Вот, интересно было еще как раз подтверждение этому, если ты помнишь, в Минбулаке, когда местный кривед, можно сказать кривед, потому что он там живет с детства, он глава семьи, да, и живет, значит, в поселке Минбулак с рождения, он нам подтвердил то, что вот, да, такие каменные стелы выставлялись для цели указания географии, на место расположения, потому что потеряться можно. Вот, там также есть места, где с компасом плохо, поэтому человек может легко потерять ориентацию, потому что ты на уровне ощущений теряешь биологический компас также, и самое неприятное то, что ты можешь не просто потерять его, а ты можешь получить неправильное направление, то есть быть уверенным, что, грубо говоря, автомобиль там, а он не там, то есть ты будешь выходить долго и поймешь, что ты просто потерялся, то есть нас предупреждали заранее, что, ребята, если вы где-то останавливаетесь, там, отходите от автомобиля, только в видимости, то есть чтобы вас видно и вы видели, чтобы, вот, вы точно понимали, зайдете за сопку, может произойти такой момент, что вы, задумавшись, дезориентируетесь с точки зрения вот этого биологического своего компаса и потеряете ориентацию. Очень страшно, 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 потому что внутреннее это ощущение подтверждается, то есть достаточно там вот, да, и, да что говорить, мы возвращались обратно, помнишь, когда через туман, да, но это отдельная история, и когда мы доехали до места, утром же, встретив нашего гида, который с нами не гид, а, по-моему, это был брата вот его, этого гида, значит, да, он говорит, что вот вашего гида нет, потому что как раз он поехал искать людей, и, по-моему, пропало то ли шесть, то ли там сколько-то, ребята, вот, человек, и когда мы уезжали, вот, мы нашего гида же встречали, и потом он с нами конец экспедиции провел, да, он нам же сказал тогда, что не нашли, и помнишь, что вот так и не нашли, все-таки, вот, и он говорит, к сожалению, это нормально, то есть вот такие факты там, мистические, да, 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 вещи нашли, людей нет, да, то есть людей нет, люди куда-то ушли, и все, и все, мы потерялись, странно, что сразу все, кстати, вот, ну, вот, может быть, один или двое потерялся, потом пошли искать друг друга, там, возможно, Между прочим, это как раз в том районе, где мы с тобой... Да, мы там проезжали, попроезжали Устюрт, вот эти странные места, где они сделали, там постоянно, вспомни, даже, аномальное место, рассказывал, что там постоянно какие-то непонятные чудеса происходят. Да, и интересно еще тот момент, что действительно на сегодня эти места, они необитаемы, то есть люди не живут там, так как нет воды практически, и ты проезжаешь по 100 с лишним километров, понимая, что даже в советское время там, по сути, было очень мало поселков, то есть на старых картах смотришь, дорога идет, а действительно разрушены вот эти строения, помнишь, там плечо от одного до другого поселка 50-70 километров, и из себя эти поселки представляют там группу домов, там по 5, по 6, по 7 домов, вот. Ну, когда-то земледелием занимались, в этих местах еще была вода, климат был другой, и буквально еще в советское время там выращивали сельхозпродукцию, а сейчас это уже пустыня, по сути, где растет пустынная морковка, трава вот эта, да, ихняя, и, по сути, осталось совсем немного деревьев кое-где, да, которые там варваровским образом, по сути дела, уже вырубаются, оставшиеся, потому что, в принципе, все равно дрова нужны, и люди ездят за дровами за 100-200 километров. Кстати, мы там спасли группу таких, помнишь, ребят? Да, на Ниве они там остановились. Они остановились на машине, без бензина остались, да, и сидели уже там, у них была мука с собой, они развели костер, они находились там уже 9 часов или сколько-то, переночевали, это было утром, они под открытым небом там ночевали, и, значит, пекли лепешку на куске металла, значит, на костре из муки, значит, и мы заправили ребят и, значит, помогли просто из этой ситуации действительно уйти. Возможно, это кто-то и без нас бы сделал там, вот, но просто так как мы за всю экспедицию, именно в эту сторону, в сторону Уч-Кудук, не встретили ни одной машины на обратной дороге вообще, ни навстречу, ни туда, ну, не знаю, насколько, как бы, хотя плечо 400 километров, то есть, ждать там можно долго помощи, конечно. А с учетом того, что там нет вообще никакой связи, кроме спутника, а у местных жителей, ну, маловероятно, там, возможности такие, да, к сожалению, поэтому, ну, конечно, я считаю, что нам с ними повезло, то, что мы добрые дела смогли сделать, ребятам помочь, ну, им-то понятно, с нами тоже. По поводу как раз Минбулака теперь, это наша вторая цель была, интересно от тебя услышать вообще мнение, что это такое, и ты же первый как раз обратил внимание, что мы идем... По стеклу. По стеклу идем, кроссовки резать начали что-то. Острые. Ну, и потом, естественно, сам вот этот вот каменный лес, который, по сути, не каменный лес. Не каменный, да. Каменный лес – это вообще загадка, она для сих пор для нас загадка, я считаю. Хотя, конечно, гипотезы, ну, настолько по ощущениям уже точны и верны, что, ну, дальше некуда, но доказать это сложно, потому что свидетелей нет. И в описании, я думаю, что в открытых источниках этой информации нет. Конечно, существовали ранние библиотеки, которых мы сейчас не можем уже, официально найти, как там Ивана Грозного, да, и Александрийская, якобы сожженная полностью. Но в современных источниках нет информации. В одной из целей была посмотреть не сколько каменный лес, а посмотреть Менбулагскую самовпадину, потому что геометрия ее интересна, напоминающая тоже воронку, но диаметр ее огромный по спутнику, можно за кадром показать, там, я не помню, по-моему, там несколько километров, да, если я не ошибаюсь, то есть там не метры, там, по-моему, 5 километров, вот, 5 километров. И форма ее, она плоская, то есть такое ощущение, что взрыв происходил не на земле, а как бы на высоте, то есть над землей. Современные взрывы, которые происходят на высоте, там, порядка, там, 100 метров, вот они дают такой эффект, не выше 100 метров, точнее. И там интересно то, что поверхность, которая не тронута была дождями, да даже та, которая тронута дождями, разницы нет, в принципе, просто где-то ветром заносят песком эти элементы, а где-то они, наоборот, очищаются, значит, ветром. Такое ощущение, что корочка была единая, как оплавленная на всей этой поверхности. Почему единая, объясню. Дело в том, что сейчас это просто трещины, и ты ее вынимаешь, как из мозаики, и видишь, что не хватает элемента в этой корочке. И это не просто вот камушки, а это именно трещины, да, вот, которые, так сказать, были на одной моноповерхности. Значит, ширина их примерно 4, по-моему, 5 миллиметров. Даже пробовали, кажется, ломать их, то есть они ломаются там руками, да, на анализы у нас есть эти элементы, там, чтобы можно было в дальнейшем исследовании делать, но это тема отдельного фильма, это другая история. А если говорить про экспедицию, то вот первое впечатление было мощнейшее, это вид совершенно не похожий ни на что. То есть я нигде не встречал подобного ландшафта. То есть как будто бы расплавили пленку, да, из стекла, вот такой вот сделал, да, и потом она там с годами потрескалась на квадратики, там треугольнички разной формы. А когда мы уже доехали до того места, там, кстати, их несколько, вот, но мы решили посмотреть тот, который просто ближе к населенному пункту, вот именно Минбулак, и тот, который, как нам наш проводник говорил, там, ну, в ближайшей доступности на машине, там, минут сорока езды от этого поселка. Потому что там заблудиться очень легко, навигатор там тоже не везде хорошо работает, поэтому мы поехали вот посмотреть это место. Там проводили в советское время исследование ученые из Ленинграда, значит, этого места. Заключение мы не можем сейчас найти, поднять официально. Но для нас, вот, явным первым признаком круглой формы ствола внутри, похожей на бамбук, заполненный чем-то, но явно без волокон структура во многих местах этого камня поломана, и видно, из чего он состоит, что это не кольца деревянные, и это не волокна растений. То есть это явно камень, который получился в результате некого физического воздействия. И таким воздействием могло быть действительно разряд плазмы энергии или высокотемпературный разряд, который мог вздыбить вот так песок, который застыл в оплавленной вот такой форме. Продолжение следует...